СТОРИТЕЛЛЕР СТОРИТЕЛЬ СТОРИТЕЛЬ Душилёк Дэнни. Я всю жизнь суетился. И вот к чему это привело. Пусть это прекратится. В чём дело-то? Герои этого фильма странные, но одновременно похожие на нас с вами. Дэнни Чо, работающий подрядчиком, Эми Лао, вьетнам и китайка с успешным бизнесом в сфере декоративных цветов. Он живёт в номере мотеля и думает о наименее болезненном самоубийстве, так как устала без денежи и безуспешных попыток перевезти родных обратно в Америку. Она замужем за сыном известного художника, но при этом постоянно работает. И устала от бесконечных встреч и почти не видит собственную дочь, поэтому старается выгодно продать бизнес и достичь семейного счастья. Интересно, что в основу создания сериала легла реальная история, произошедшая с Ли Сон Джином, это сценарист сериала, на дороге 4 года назад. Шоураннер завтыкал на светофоре и не заметил, когда загорелся зелёный. Сигнальный гудок и мат сзади стоящего БМВ не заставили себя ждать. Ситуация выбила обычного спокойного мужчину из Кли, и он погнался за наглецом, но до агрессивного вождения факов не дошло. Поэтому со временем этот случай превратился в весёлую историю, пока мне не разглядели потенциал сначала Стивен Ян, а потом и студия А24, которая сняла этот сериал. Вы ехать собираетесь или как? Что ты сказал? Повтори! А ну, повтори! Грызня Комедийный путь, по которому смотревших провели, а собирающихся смотреть проведут вместе с персонажами этого фильма. Для любителей фантастики и постапокалипсиса. Это один из моих собственных любимых жанров, и поэтому обязательно, конечно, упомяну сериал, который называется «Бункер» в русском варианте, и в английском он называется «Сайло». Мы не знаем, почему живём здесь, как не знаем, кто построил укрытие, и почему оно под землёй. Знаем лишь, что за пределами его нас ждёт смерть. Если вы сжать устав до одного закона, им будет, хочешь, наружу. Сериал поставлен по книгам американского писателя Хью Хауэ, и в России этот роман называется «Бункер. Иллюзия», и он переведён на русский язык. Итак, постапокалиптическое будущее. Десять тысяч человек живёт в огромном бункере глубиной 144 этажа. Люди в бункере безропотно подчиняются устоявшимся правилам, главное из которых не покидать укрытие и просто работать ради его процветания. Жители верят, что мир снаружи отравлен, и выходить на поверхность смертельно опасно. И вот находится героиня, которую играет Ребекка Фергюсон, которая выясняет, что с этим местом что-то не так. Есть тайна, которую непременно нужно разгадать. Ей, однако, противостоит вся административная машина бункера и репрессивный аппарат. Получится у неё приблизиться к разгадке или нет, смотрите сами. Меня очень порадовала и сюжетная линия, и присутствие в этой картине таких великих актёров, как Тим Робинс, которого мы все знаем по побегу из Шаушенка, и знаменитый Уилл Паттон, который снимался и в Армагеддоне, и в фильме «Почтальон Кевина Костнера», и многих других. Ребекка Фергюсон, которая играет главную роль, так же хороша, как и весь остальной актёрский ансамбль. Есть тайны, которые раскрывать не стоит. Если вы любите такого актёра, как Боб Оденкёрк, который играл главную роль в сериале «Лучше звоните Солу», который тоже в своё время стал культовым, то я думаю, что вам будет небезынтересно посмотреть новый сериал, который называется «Счастливчик Хэнк». Хэнк Девер пребывает в апатии и экзистенциальном ужасе от своей преподавательской карьеры в провинциальном колледже Пенсильвании. Вдобавок, он никак не может взяться за написание своего второго романа. «Масло в огонь» добавляет неожиданный приезд отца, уважаемого и любимого всеми автора, с которым он не разговаривал больше 15 лет. Хэнк около 50-ти, руководя кафедрой английского языка в колледже города Рейлтон, он практически безразличен к труду своих студентов, самонадеянных существ в непомерном итоге, которые окажутся знакомы всем зрителям, которые имели отношение к университетской среде. Во время одной из пар Девера жёстко проходится по сочинению одного из них и провозглашает Рейлтон обителю посредственности, после чего становится объектом критики со стороны руководства колледжа. Хэнк решает убрать с поста кафедры, чтобы через некоторое время снова восстановить, но процесс запущен, и Хэнк начинает всерьёз задумываться о своём предназначении, чем усугубляет кризис среднего возраста. Супруги Эйва и Нейтан ждут рождения первенца, но в отношениях и на работе сталкиваются с кризисом. Тренера по теннису Нейтана увольняют с работы, а риэлторша Эйва никак не может продать хотя бы один роскошный дом в Калифорнии. В свободное время беременная женщина обожает слушать true crime подкасты, и в это же время в Лос-Анджелесе объявляется серийный убийца, о котором говорит весь город. Эйва с быстротой профессионального сыщика вычисляет маньяков, ставшим приятелем мужа сантехникой Мэтти, но супруги решают не сдавать убийцу полиции, а записать с преступником уникальный подкаст и заработать на этом много денег. Джейсон Бейтман, продюсер знаменитого Озарка, выступил здесь режиссером, и, похоже, Кейли Куока окончательно прощается с ролью Пенни из Теории Большого Взрыва, идеальной соседкой, о которой мечтает каждый физик. После Бортпроводницы Аркиска делает еще один шаг в сторону драматических ролей. Но еще лейтмотивом сериала является то, что весь мир, особенно Америку, больше 10 лет назад накрыла волна true crime подкастов. Затем последовали многочисленные сериалы по мотивам реальных преступлений, но аудиоформат уверенно облюбовал свою нишу. Говоря о кино про маньяков, мы часто сталкиваемся с этическими вопросами. Почему в центре внимания всегда убийцы? Кто даст слово жертвам? Не романтизируют ли авторы образы маньяков? Схожими вопросами задается и сериал основан на реальных событиях. Поэтому смотрите и придите к своему собственному мнению. На этом на сегодня все. Подписывайтесь на канал и смотрите наши новые выпуски. Субтитры создавал DimaTorzok